Ребят, всем привет! Большое спасибо всем, кто нашел время, заглянул ко мне в гости. Хочу сегодня поделиться, ответить на комментарии. И думаю, что отчасти это тоже поможет тем девушкам, женщинам, которые сейчас находятся на сайте знакомств. Понятно, что видео, это уже вышло давно, я начала вести свой канал два года назад. И все видео, мои первые видео, все были связаны именно с получением визы невесты, с моей историей, с историей знакомства, как я познакомилась со своим мужем. В общем, такая наша запутанная, скажем так, Санта-Барбара. И вот я получила комментарий, что на самом деле я просто меркантильная. То есть мы все понимаем, что я себе искала мужика, у которого есть бабло, а работать над развитием отношений, то есть зарабатывать, создавать семью, работать вместе, я не была готова. Поэтому, в общем, нужно называть вещи своими именами. Было как бы очень много, скажем, таких слов, которые нужно так делать. В общем, я этот комментарий удалила, но я хочу, посчитала, да, посчитала, что все-таки это была бы отличная идея для видео. И, возможно, она поможет именно тем женщинам, которые точно так же, как и я, только находятся в стадии поиска. Если вы это видео не видели, в конце я оставлю ссылочку, я там рассказываю о нашей истории знакомства с Чедом. Напомню, да, что это одно из моих первых видео, поэтому там и качество еще где-то не очень, и звук тоже, но там смысл. Там смысл. И важный момент заключается в том, что мужчине, которому я отказала, то есть это был мой второй жених, с которым я познакомилась уже после того, как мы расстались с Чедом, и я вернулась назад домой в Украину. Мы с ним познакомились в очень короткий период времени, с момента регистрации, когда я вновь зарегистрировалась. Прошло лишь две недели. Мужчина, действительно, он был добрый, он был замечательный. Я действительно считала, что у нас хорошие взаимоотношения. Видела ли я какие-то небольшие недостатки? Разумеется, видела, но я всегда за то, что у каждого человека есть недостатки, у меня они тоже имеются. Поэтому в момент знакомства, в момент, когда ты узнаешь другого человека, вот пусть даже и онлайн, ты, видя эти недостатки, ты понимаешь, либо ты готова с ними мириться, либо нет. И вот те недостатки, которые небольшие, я видела, я считала, что я готова с ними мириться, что я могу построить здесь тоже отношения. Человек мне был очень приятен, я была очень рада, когда он ко мне приехал тоже, когда сделал предложение. Когда мы начали оформлять визу невесты, я действительно считала, что мне очень повезло, то есть встретить хорошего человека на сайте знакомств. И это то, что я всегда говорю тоже, что на сайтах знакомств есть хорошие ребята, хорошие мужчины, просто важно встретить именно своего. Разумеется, лучше, когда ты понимаешь, твой это человек или нет, до того, когда у вас уже завязались какие-то серьезные отношения, когда вы начинаете оформлять визу невесты. Я приостановила визу невесты, когда наши документы уже были в посольстве, мне нужно уже было назначать дату интервью. То есть вы понимаете, сколько времени было уже на это потрачено. Единственное, что я могу сказать, я никогда не просила высылать мне деньги в качестве помочь, что вот я здесь одна в этой стране, я никогда не плакала, что у меня нет денег, мне не за что кормить ребенка. То есть он мне деньги никогда не высылал, потому что у меня в этом не было просто необходимости. То есть я понимала, что мы сейчас создаем новую семью, что нам нужны будут деньги, расходы какие-то. Понятно, что это все ложилось полностью на него. Он сам оплачивал свой перелет, он сам нанимал адвоката, то есть он тоже оплачивал самостоятельно его услуги. Знаю, что можно это все сделать без адвоката, ну вот мы нанимали. И скажу вам больше, что видимо это и была судьба, потому что адвокат, которого он нанял изначально, он нам очень затормозил весь процесс. И именно благодаря этому мы смогли узнавать друг друга больше, и я поняла, что мы с этим человеком разные. И в будущем это отличие между нами, оно не приведет ни к чему хорошему. Вот, и да, то есть потом мы наняли другого адвоката, который начал выполнять свою работу, он нанял, то есть он это оплачивал. Он также оплачивал вот сборы, да, какие там нужно было. А мы еще до этого, по-моему, не дошли. Мы тогда еще, по-моему, до сборов и не дошли, наверное. Ну, в общем, да, я веду к тому, что я не пыталась там с человека каким образом вытянуть деньги, то есть он меня не поддерживал там на регулярной основе каждый месяц. То есть нет, я полностью, все свои расходы, которые у меня были в Украине, они полностью были на мне, я никогда ничего не просила и никогда ничего не получала. Дальше, дальше. Разумеется, я считаю, что у человека в определенном возрасте, у мужчины уже должно кое-что быть. Скажем, там, та же недвижимость, пусть она в кредите, но она должна быть. Мы когда с ним познакомились, нет, у него это не было этого, у него даже ранее было банкротство. Я тоже выслушала его историю, я представляла себе, да, то есть какая моя жизнь будет с ним. Я понимала, что я буду работать, но меня это никогда не останавливало, потому что я работала всю свою жизнь, при том в таком графике, наверное, когда многие бы уже начали, скажем так, впадать бы в депрессию. Вот, поэтому меня это вообще не останавливало. Остановил меня один-единственный момент. Один-единственный момент меня остановил. То есть когда мы видим множество каких-то моментов, которые, ну, как бы мне это не очень нравится, но в принципе, то есть, да, то есть мы смотрим на человека, я смотрела на человека, я видела то, что передо мной хороший, добрый, честный человек, мужчина, да, то есть я рядом с ним не должна буду беспокоиться, да, что я там могу попасть в какие-то абьюзивные отношения, то есть он очень спокойный, ровный характер. В общем, мне это подходило, но были какие-то свои минусы, да, и я на них тоже закрывала глаза, считала, что в принципе я с этим могу смириться, они такие уж это по большому счёту и недостатки, да, вот особенность этого человека и его характера. Но у нас у каждого из нас есть своё но, с чем мы примириться не готовы. В нашей ситуации этим но послужило то, когда мы общаясь, он озвучил фразу, что когда ты приедешь, вот тогда я смогу поменять работу, у меня очень тяжёлая работа, он работал на стройке, говорит, вот когда ты приедешь, я смогу поменять работу и найти себе что-то лучшее. Казалось бы, даже не лучше, он сказал, а легче, вот так вот. Казалось бы, возможно, никого эта фраза бы так не насторожила, как эта фраза насторожила меня. Я человек, который не боится работы, если мне за неё платят, я просыпаюсь в положенное время, я иду в положенное время, я никогда не опаздываю, у меня нет никаких оправданий, у меня есть объём работы, который должен быть выполнен, я человек просто сам по себе, очень-очень ответственный. Если на улице дождь, это не говорит о том, что я должна остаться дома, я брала зонтик, я одевала резиновые сапоги и я шагала на работу, даже если там вот ливень, да, погода, очень холодно, кто-то позволяет себе остаться дома, сказать, что ой, холодно, я, наверное, сегодня не пойду на работу, я себе этого позволить не могла. Мне звонило начальство, говорила, Марина, вот так и так, есть возможность заработать, пусть немного, ну вот есть, да, напомню, что я заготовщик верха обуви, и у нас есть моменты, когда работы очень много, и когда работы либо мало, либо нет вообще. И когда вот появляется какая-то работа, то есть это возможность что-то заработать, и вот мне звонят, да, на улице метель, жутко холодно, и мне говорят, вот есть там возможность выйти заработать немного, да, то есть, ну, там пошить буквально там 3-4 пары, это копейки, но я знаю, что мне их никто не даст, моему ребенку этих денег никто не даст, никто ему не пойдет, не купит то, что ему надо, и если у меня есть возможность сегодня прийти и заработать тех же там 100 гривен, я пойду это сделаю. Поэтому я просто одевалась потеплее, одевала дубленочку, прикрывала голову, и вот так вот мне метель в лицо, да, идти невозможно, видеть невозможно, даже падала там чего уж, ну, понятно, да, такая погода поднималась и шла дальше. И если на следующий день мне звонили, просили выйти вновь, я это тоже делала, даже если заработать тех же 100 гривен. И когда я встречаю человека, который берет как бы на себя, да, то есть я понимаю всю ответственность, первое время я готова это все разделять, то есть я готова дальше идти, я готова работать, я готова получать образование. Знаю, что многие девочки получают здесь образование, то есть бесплатно, но это чертовски тяжело. Вот я готова была это делать. Я готова была затем, да, там, то есть строить планы на будущее, то есть как бы мы могли бы купить первое с жильем, мы это тоже все обсуждали, я понимаю, что это тяжело, но я бы это делала. Но с тем человеком, который готов за это бороться и идти в этом направлении вот точно так же, как и я, а не искать себе работу полегче в тот момент, когда я приеду. Вот именно эта фраза, возможно, она бы не насторожила вас, но эта фраза поступила, скажем так, в мое подсознание вот прям таким вот огромным знаком стоп. И мне стало страшно. Я поняла, что я, наверное, совершу сейчас очень большую ошибку. Мне нужен человек, который будет хотя бы такой, как я. Я не говорю, что человек должен быть сильнее. Конечно, мне бы, да, хотелось, чтобы человек был сильнее меня, но хотя бы такой, но не слабее. Есть женщины, которым... Это нормально, когда мужчина слабее их. Я была просто в таких отношениях, и я понимаю, что для меня это не работает, и я не хочу больше наступать, как говорят, на одни и те же грабли. Поэтому у каждого человека может быть свое мнение. Мы все разные, у нас у каждого разный жизненный опыт, поэтому когда ко мне девочки тоже обращаются, я не могу за них принимать какие-либо решения, я не знаю их истории, я не знаю их опыта, я не знаю, что для них окей в отношениях и что категорически нет. Поэтому я никогда не беру на себя ответственность говорить, что, слушай, тебе вот этот вот человек не подходит. Немногие бы из вас, судя тоже, да, под комментарием, которые были раньше, сейчас-то ведь я уже, да, там, за время существования канала все это подчистила, скажем так, но тоже сколько мне поступало комментариев после того видео, когда мы тоже записывались с девочкой, и была сказана фраза, что мужчины здесь в Америке, да, они не такие богатые на самом деле, ну, которые, может быть, регистрируются на сайтах, как вам кажется, и порой после выплаты всех кредитов, там, кредитов за дом, за машину, алиментов, вот как тоже, да, мой муж, он до сих пор продолжает платить алименты, у мужчины, по большому счету, не так уж много и остается, вот типа долларов 500, и то не у каждого. Вот тогда посыпалась куча сообщений, зачем ехать к мужчине, у которого не остается даже 500 долларов. Девочки, мы все разные. Когда я ехала к Чеду, у него не было даже такой суммы, и даже из этой суммы он мне давал тогда половину, понятно, да, что я не работала, мы ждали, пока мы подадим тоже все документы, чтобы я получила грин-карт. Работать я уже начала потом уже, когда детки уже даже родились, то есть и все это время он мне давал определенную сумму, да, ту, которую он мог себе позволить, просто чтобы она у меня была, то есть я там могла отсылать деньги где-то родителям, может быть, на какие-то там праздники, да, на какие-то свои такие расходы, ну, чисто такие женские, да, все остальное, понятно, Чед покрывал. Я к тому, что каждый из нас делает свой выбор, исключительно основываясь на своем личном опыте, на своем личном опыте, и не стоит кого-либо обвинять. Вот как, да, вот я получила это сообщение, я понимаю, что, скорее всего, я думаю даже, я уверена, что это был какой-то мужчина, который не совсем где-то там реализован, возможно, где-то обижен вот на женщин, не знаю. Ладно, ребят, все, я на самом деле приехала вообще-то в тренажерный зал, и вот уже проболтала с вами сколько, почти 15 минут, поэтому я хочу это видео сегодня завершить, с вами попрощаться, и действительно искренне надеюсь на то, что вот такая вот моя обратная связь была сегодня кому-то полезна. Если вы только начали свои поиски на сайтах знакомств, просто нужно время узнать человека, нужно время, чтобы обсуждать, поднимать важные вопросы, и самое главное, когда вы сходитесь в главном, в главном, в том, как вы смотрите на жизнь, как вы видите свою жизнь совместную в будущем, сходятся ли ваши планы, ожидания, которые у вас есть относительно друг друга, вот это очень-очень важно для того, чтобы ваш брак затем в новой для вас стране был хорошим, счастливым, ну вот таким, как у нас с Чедом. Да, у нас есть какие-то свои маленькие, мы не совсем, да, вот прям, скажем, 100% сочетаемся, скажем так, с друг другом по интересам, да, то есть мы во многом разные, но мы очень похожи в целом, в целом мы просто очень похожи, поэтому мы так гармонично и добавляем друг друга. Вам желаю того же самого, найти того человека, с которым вы будете гармонично дополнять друг друга, и у вас получится хорошая, счастливая семья. Ладно, ребят, все, всем большое спасибо, что присоединились ко мне в этом видео, тоже, если есть какие-то комментарии, пожелания, не оставляем, будем снимать для вас тогда новые полезные видео. Ну а сегодня я с вами прощаюсь и увидимся с вами уже в моих следующих видео. Пока-пока.